Всеобщая история древнего мира. Пятый класс. Вегасин. Параграф 32. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. В 8-6 веках до н.э. греки основали десятки поселений на берегах Средиземного и Черного морей. Эти колонии стали независимыми государствами со своим правительством, отрядами воинов, законами и монетой. Почему греки покидали родину? Население Греции росло, а страна была бедной, хлеба не хватало. К тому же лучшие земли принадлежали знати. Не имевшие хороших участков земледельцы нуждались, залезали в долги. Угрозы голода, стремление освободиться от долгов заставляли греков покидать родные селения и города в поисках счастья на чужбине. Была и другая причина массовых отъездов за море. Во многих полюсах шла ожесточенная борьба между Демосом и Знатью. Если проигрывал Демос, то его вожаки, боясь мести противников, покидали город. Если же Демос побеждал, то в страхе за свою жизнь уезжали знатные люди. Иногда их бегство было настолько спешным, что приходилось бросать дом, полный дорогой утвари и рабов. Однако чаще готовились к отъезду заблаговременно. Тот город, в котором были желающие уехать, помогал им снарядить корабль, снабжал запасом пищи, давал военную охрану на случай нападения пиратов. Оставшиеся в городе купцы и ремесленники надеялись, что с помощью переселенцев им удастся завязать выгодную торговлю с той страной, где создавалась новая колония. В каких местах греки основывали колонии? Селились всегда близ моря, выбирали место с удобной гаванью, источниками пресной воды и плодородными землями. На них они сели хлеб, разводили виноград. Грекам колонистам обычно удавалось наладить мирные отношения с местным населением. Много колоний греки основали на берегах Черного моря. Купцы из городов Греции привозили в эти колонии вино, оливковое масло, изделия и ремесла, оружие, ткани, вазы, статуи из мрамора. В обмен купцы приобретали у колонистов и местных племен пшеницу, рабов, шкуры животных, мед. Греки и скифы на северных берегах Черного моря. В одной из колоний побывал знаменитый греческий историк Геродот, прозванный отцом истории. Этой колонией была Оливия, расположенная в устье большой реки Днепра, впадающего в Черное море. Оливия, как и другими греческими городами, управляла народные собрания, выбираемые гражданами Архонты и Городской совет. В степях по соседству с Оливией обитали многочисленные племена скифов. В своей книге Геродот рассказывает легенду о скифском царе Скиле и его отношениях с греками Оливии. Матерью Скила была гречанка. Она научилась наговорить и писать на ее родном языке. Царствуя над скифами, Скилл вовсе не любил их образа жизни. Гораздо ближе ему были обычаи греков, и он охотно посещал Оливию. Всякий раз Скилл оставлял свою охрану за крепостной стеной. Один входил в город и сразу же требовал закрыть за собой ворота. Затем, сняв скифские сапожки, кафтан и длинные штаны, Скилл облачался в греческую одежду. Нижняя одежда называлась хитон. Она походила на рубаху. Выходя из дома поверх хитона, греки заворачивались в гематии, продолговатый кусок ткани. Обою служили сандалии с тонкими ремешками. До поры до времени скифы не догадывались, что их царь носит чужеземный наряд. В Оливии вместо степных просторов Скилл видел узкие улочки, ведущие гавани, торговые склады, кузнечные и гончарные мастерские. Вместо скифских кочевых кибиток – крытые черепицей дома с внутренними двориками. Скилл любовался красивым храмом, наблюдал за тем, как греки приносят жертвы богам Зевсу и Аполлона. В Оливии Скилл познакомился с красавицей-гречанкой и полюбил ее. Для молодой жены он построил роскошный дворец, украшенный мраморными статуями. Печальная участь, однако, была уготована скифскому царю. Он пожелал принять участие в празднестве, посвященном богу виноделия – Дионису. На этих празднествах греки иступленно плясали под звуки музыки. Скифы знали об этих танцах и насмехались над ними. Греки почитают бога, который лишает их рассудка. Услышав такие слова, один оливиец спылил. «А ваш царь, разве он не привержен нашим обычаям? Пойдемте со мной, вы убедитесь, что я не лгу». В день празднества он тайно провел их на крепостную башню, с которой скифы разглядели скила. Царь плясал вместе со всеми, подбрасывая ноги и бессвязно выкрикивая слова. Скифы пришли в ярость. Царь скилл попрал обычаи предков, он поклоняется чужим богам. Скифские племена восстали против скила и выбрали себе нового царя. Скилл был убит. Где бы ни жили греки, в Афинах, в Спарте или в колониях, они говорили на одном языке, пользовались одними и теми же буквами, поклонялись олимпийским богам. Самих себя, свой город греки называли Эллинами, а Грецию – Элладой. Древний город в дельте реки Дон. На землях нынешней России возникло несколько греческих колоний. Самый северный из них был Танаис, основанный недалеко от места падения Дона в море. Для обороны города его жители возвели каменные стены и башни. В одну из стен был вставлен мраморный рельеф. На нем мы видим всадника с большим копьем в руках. Он мчится на оседланной лошади, за его спиной развивается плащ. Так пожелал увековечить себя руководитель строительства. Любопытно, что он имел греческое имя – Трифон, но изображен не похожим на грека. Штаны, низкие мягкие сапоги, чешуйчатый панцирь с широким поясом и шлем напоминают те, что носили воины из живущих по соседству племен. Жители Танаиса постоянно общались с ними и порой перенимали их обычаи, одежду, военное искусство.